Девушки отдыхают Количество краски вот такое Так, чтобы если что Мастихину было что придавить Вот это количество краски нас интересует Давай Так, ну-ка дай Взяла синенький Может быть немножко с краснотой И вот эти дальние горы Сначала потренируешься Вот здесь Укладывать горы Вот так сдавливая с края Мастихина Потренируешься Поскольку на этом месте все равно будет другое Потренируешься Покажешь Склоны Склончики покажешь Как там и есть, да? Угу Я произвольный сдал рельеф, а ты постараешься Повторить его А может произвольный В принципе здесь не важно какой будет пример После этого вот на такое Ты возьмешь белица И положишь Снежочечек И тоже Потренируешься сначала В безопасном Смотри В безопасном месте Укладывать Потренируешься Потому что если сразу пойдем туда Скорее всего нарушим И начнем А так ты потренировалась Поуложила Поуложила Вот такие сухомяточки Прикольные? Да, да, да Обрати внимание Тень Свет Тень Свет Свет Тень Появляется Уход в пространство Идет Этапное заслонение Да? Этапное заслонение Очень выгодно смотрится Сразу создает эффект Пространство Понимаешь? Понимаю Молодец Это не получается Ну подожди Это же ты теперь понимаешь Я это понимаю Да А до этого ты Вообще не знала Не знала бы что класть Куда? Где выгодно положить снег Не знала бы же? Конечно Не знала Теперь будешь знать Тоже вот допустим В этом местечке Так чтобы здесь снег лежал Потом теневая была Понимаешь? Вот эти теневые Они очень нужны Цвет тень Цвет тень Цвет тень Уход в пространство Произошел Вот здесь так пространство Не выражено Потому что Ну как было так и сходкано А мы Преувеличиваем Эту идею Потом у нас здесь Будет внизу Такое молочного цвета Облако Вот так вкусненькое Молочненькое Вот такое Пластичное Вот так прямо Удавишь его Да Понимаешь? И ты это все потренируешь А потом запустишь Но смотри Эффектно будет Если особенно Белый Прозвучит На макушках А не здесь Ты согласна? Смотри Смотри Нечего здесь Делать Белому Там уже Тающий характер Там уже нет столько Снега Ладно? Как-то у меня получается Как у вас тут Вот такие Долины Такие Вот так Красочку Какого тут Такой траектории Нормально В принципе Вполне Едобно Укладывала Так что В бой Суть-то я поняла Теперь Главное отработать Можешь маленьким мастихином Он будет более Проволен А крупным мастихином Вот эти вот Вот эти Склоны Хорошо? Напомни, как вы должны были замешать облака С красным Я добавила Красным И где же он? Этот Красный Так Не бойся Что ты сразу боишься? Хорошо Значит Ситуация такая Если ты хочешь сейчас И эти облака тоже накидать То сначала Ты накидаешь облака И так С красным И так Я красным боялась Нога взять В общем-то А там как раз Красный Я и синечку Смотри И синечку Подмешал Накидать Облака А там Не обязательно Вырисовывать Как-то? Нет Нет Конечно Наоборот Удачные Движения Мастихином Лучше Оставить Ты согласна? Смотри Какие симпатичные Аплакаты А вот Они даже Сероватые Или сероватые Глубизные Добавили Смотри Вот Они наши Глубизные Добавили Глубизные Добавили Или как У вас они Сероватые Розовые И синие То есть Розовизные Плюс Синички Угу Посмотри Само Само Формирует Красивое И даже Дальняя гряда Видна Правда? Угу Вот специально О Какие Облачения Смотри Мыши Делайте В принципе Можно Создавать Горы Облака И так До линии Горизонта Ну Посмотрим А сейчас Будем смотреть Что у нас Складывается Может быть Что-то Оставим А что-то Домоделируем Так, сейчас туда посадим снег, который был ликвидирован. Итак, жесткость левых краев, жесткость рванность, так и прилично снегу. Технологически вообще безупречно, согласны? Да, даже подвесовываю. Теневое. Сейчас, ты, если что, забреешь какой-нибудь кусок? Ой, нет, я лучше подсматривать. Помнишь вот эту идею заслоненностей, да? Угу. Ну и здесь теневый снежок, пожалуйста, я сейчас сама. Смотри, не переборщи, потому что один раз ты в теневые попереборщила. Ой, везет же, да. Правда? Покрасились вон там. Ага. Видишь, вырезать можно, добавлять, добавлять. Одна грета пусть заслонит другую. Красота. Ну вот здесь я думаю, что немножко надо, потому что иначе сапога... Деликатенько, деликатенько, да. И вот нашу эту доль. Вот такая какая-то. Вот такого цвета. Вот такого какого-то. Согласна? Угу. Вот она. Согласна. И на эту зелень уже делать надо, да? Сейчас еще. Согласна. Можно и сюда вот эту зелень подогнать сразу. Подгонишь, подгонишь, подгонишь. Потом берешь синьку, немножко с розовинкой и перечеркиваешь все, что таким трудом нажито. Честно, спокойно перечеркиваешь. В общем, техника такая как гола мы делали, да? Да. Пока только синий и розовый. Пока только их. Хорошо? То есть потом еще коричневый туда введем, но пока синий с розовым. И, в общем, слой вот такой вот. Да. На переднем плане будет коричневый, голубой. Они более ядреные. Вот они уже дозаслонят все, что мы дозаслонили. Так уж и живут. Вот эти вот каймы. Синят они. Совсем не обязательно туда было столько густой краски задавать. Не желто зеленит. Без желтоты бирюзовой. Смотри. Согласен? Угу. Молодец. Да, что там же облака. Ну да. Правда? Смотри. Смотри, сначала накидал вещества, чтобы было выразительно краю. И здесь это все соединилось с облаком. Согласен? Угу. Ущелье какое-то. Согласен? Угу. 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 Помнишь, я с краснотой сюда закладывал? Чуть-чуть этой краснотой. Смотри, как не хватало. Правда? Вместо этого зеленого. Так. Заложишь, заложишь, поднимешь. Смотри, я чуть-чуть подмешал тот зеленый, который у нас на переднем плане. И он растворился в синьке. Ну, это зеленый. И, в принципе, стал, да? Угу. Угу. Смотри, сколько склонов по легкому произошло. Стихия вообще волшебна в таком. Какие чудеса. Мы говорим, у нас такой марки цвет. Нема что потом, не больше. Теперь смотрим, подножие мощно зеленит. Эта долина прямо как река. Угу. Чуть-чуть пойдет на склон. Можно даже сделать вид, что оно пошло, утекая туда. Да? Немножко прихитрить. Эта же красота здесь. Ага, не по прямой, а я по округам все это пыталась сделать. И вот эта красота здесь. Ну, так это они и есть. Ну, мы сначала положим темное пятно, да, теневое. А потом найдем в них содержание. Ладно? Вот этот со мной сложный, где-то с калакой. Да ладно, так уж и сложно. Просто вместо краски взять? Ну, с краснотой я взял. Может, и кисточкой чуть-чуть подрисую. Ну, в принципе, идея такая. Все, понял. Намек понял, да? Да. А здесь тряпочкой тоже можно будет, да? Лес этот тряпочкой? Нет, не обязательно. Тряпочкой лучше этот лес будет вот таким тряпком. Согласны? Угу. Смотри, какой мышистый. А теперь вот таким тряпком. Мелким тряпком. Угу. Просто у нас здесь ровное и малейший тряпочек, малейший раздражитель создает эффект равнины и торчащих на равнине. Ну, вообще. Я еще устала. Так, домичек. Да? Как-то без домичка будет неинтересно. Просто, ну да, это геометриарный для меня. Зачистим территорийку. Как-то очень легко вы делаете. Повторяем прочее. Все время кривые падают. Кто? Домики. Ага. Ты же еще не делала. В мастер-классе. Вот зимний пляж, который здесь. Деревенский домик. Он, правда, кривой. У меня получается. Свет у нас падает с этой стороны. Исходим из этого. Угу. Угол дома выгоднее чуть-чуть осветить. Вот ту часть дома выгодно чуть-чуть осветить. Чтобы самое главное произошло в этой форме. Свет тени. Угу. Так, входик сделаем. Угу. Это немножечко заслоняет домик. Угу. Освещённая часть крыши. Угу. Там можно совсем немного набирать, но... Ага. Дом пошел туда. Угу. Что делать? Почему? Нет, это он же... Не, ну да, туда пошел... Ровно стоит. Да, если не вела. А вот эти сосудки даже лучше. Да, согласен. Крыша сделала вот такое движение. И зелень, да, как она... Да, именно, да. Оно как будто отражает зелень, тень платы. Этих. Нет? Нет. Давай поставим... А, трубу. 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 Они там пироги делали. Хотя бы могли делать. Сюда смотрит тень. На какие-то дымок тогда. Отличная идея дымочка. А ты можно сделать, наверное, по-сухому. Конечно. Беленький. Да, да. Дым просто замечательно ляжет сюда. Будет, во-первых, рифма по облакам, которых очень много. Так, хорошо. Что это ты сделал? Ну, как... Сначала пальцем сделала это на фотографии, а потом решила это срисовать. Называется так. Да? Ну. Нет, это не так. Ну, дай картинку. Точно. Чем больше заслонений, смотри, тем больше эффект пространства. Ты согласна? Смотри, как они позаслоняли вот эти мысики, позаслоняли и создали уход. Правда? Правда или нет? Правда, правда. Только я смотрю вот эти ступеньки. Что это такое? Зелье. Полосатое. Зелье. Разве оно там полосатое? Смотри, совсем не обязательно бомбить густотой краски без всякой меры. Не будешь больше? А, нет, не буду. Это так делать. Это... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Что это такое? А-а-а-а-а-а-а-а. Смотри, одно наезжает на другое, да? Так, хорошо. Я, наверное, здесь зелье сделала, да? Ага. На склонах. Там зеленые плешинки. Так. Так. Мера вещества должна быть такая, чтобы удобно было это сделать. Когда мы лишнее вещество положили, и оно уже не хочет исполнять, сбрить. Ну здрасте, дома можете жалеть. Если вы сзади стоите, вот так вы рисуете сзади, повторяйте, может легче будет? Конечно легче. Ну дороже. Ну легче. Так, хорошо. Значит, когда будешь с передними этими деревцами работать, сделаешь так. Сделаешь внятную отделенность. Даже коричневую взял. Коричневый, желтый и зеленца. Внятную отделенность одной гряды от другой гряды мшисто. Одна заслонила вторую гряду, вторая заслонила третью гряду. Согласны мне такое? Надо начинать не с заднего плана? Нет, надо начинать не с каждого отдельного деревца, а сразу с гряды. Понимаешь? Я создал три гряды, заслоняющие друг друга. То есть... Даже можно так оставить красиво. Ну немножко простовато. Просто вот в эти места чуть-чуть черноты. 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 То есть когда рисуем деревья, рисуем целую гряду. Иначе будут просто хламничек. А вот когда они, смотри, цельно. Видишь, какой зигзаг сделал? Цельный зигзаг. Когда они цельно выстроены, тогда интересно. Это не значит, что в теневой совсем никакого шевеления не должно быть. Но... Смотри. Три сегмента, да? И здесь так же сделать? Да. И с горами здесь вот так же поступить. Как-то так. Ладно? Да. Хорошо. Хорошо. Значит, это у нас... Свет. Вот смотри. Просвет. А! Я подумала, что это на макушках. Который заслонен теневой крупного дерева на переднем плане. Второй эшелон этого же крупного дерева. Вторая часть кроны. Освещенная часть кроны. Вот она. Поскольку это передний план, то здесь можно внятно пофактурить. На дереве. Создать. Положи. И морская фигура. Блин. Ты видишь, я опять создаю... Крупные бугры, крупные заслоненности. Ты видишь, да? Один, второй, и все это в рамках одного дерева. Теню и еще подбросим. Что? Лес такой густой получился. Но это не лес, это дерево. Нет, даже здесь. Как будто елки темные стоят. Так. Так. Не ожидала? Нет. То-то. Даже не полагала. Ну и все, ништяк, нет? Да. Ты помнишь, я подготовил ситуацию, да? Знаю, какой просвет. На макушечках. Вот это чвяканье, его, конечно, нужно освоить в этой жизни. Оно очень удобное. Все равно. Вот. Оно не так сложно, как подобное делать кистью. Но все равно требует, конечно, некоторого освоения. И так, это на переднем плане, внятно, да? Это на втором плане, внятно. Теперь нужна внятность того, что это на третьем плане. Ты согласна, что эта гора темнее, чем дальняя? Или нет? А почему она у тебя была светлее? Извини, немножко хотела, когда поднялась. А-а-а. Получается, кова немножко поэкранитова. Все. Небольшая плата здесь есть. С плешенкой. Только, наверное, потемнее чуть-чуть. А-а-а, как будто дармашка идёт, да? А-а-а. 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 Мне её было опять запросить. Ого. Вот так. Вот так. Которая ее отделяет. То есть она здесь светлее, чем по краю. Ты согласен? То есть тональные проявления очень важны То есть степень темности Не только цвет, но и степень темности Правда? Новичку особенно больно со светами тени Особенно больно С тональными решениями Но если этому уделить Своё внимание В сознании своём Задавать себе вопрос Что темнее, что светлее Что темнее, что светлее В институтах, к сожалению, часто Именно учителя говорят Подходят ученику и говорят Что темнее, что светлее Это или это? Ну, допустим, это или это? Это, допустим, темнее А почему ты сделал светлее? Этот вопрос они задают Пять лет учёбы в институте Зачем? Тогда по идее Надо с этим навсегда Сразу Смириться Понимаешь? Да, согласна Я не понимала Вы эту дырку сделали Так будто оно там Это с чем? Ну, там тоже грязца Там всё смешано В кучу Цветовая грязца Пересветила О, ничего так Выстроилась Смотри, какая деликатная Тональная разница Например Здесь можно было бы Ещё облаками разрезать Вот, я хотела вас спросить Которые бы повисли Я просто увидела там облака И думала, как вот тут сделать Ну, по сухому По сухому Потому что Мы там густо работали И будет очень трудно Смотри Синенький Плюс Березовенький Возьмёшь Эти два цвета Немножечко Теперь кистью Поформируешь Вот такие Кругляшечки Вот такие Кругляшечки Только посматривай На картиночку Чтобы не переборщить Я здесь капнул Пыталась убрать Тут положи Картиночку Согласна, да? То есть Более Крупные Места Вот эти вот Открытые Чередуются С мелкими А там и много О, смотри Кстати, более светлый Мигнул хорошо А ну-ка Желтенький разбил Подсунем Да? 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 Да КОНЕЦ КОНЕЦ Да, тумана вот здесь. Шаблаками не хватаешь. Да, вот тут. Ага. СЕЛО. Я хотела сделать кисточкой травочку, но побоялась, что сотрете опять все. Смотри, да? Угу. Легкой лежачей кистью касание. Это как бы первый план, а там... Да, да. А там она уже соединена, в целое сбивается визуально. Сурепка цветет. Или романтики. Кстати, еще можно цветов посадить. Нет, это лишнее, не надо цветов. Вот это именно зелень такая вот. Ну да, да, да. Воздух и вот это все лишнее. Значит, помни, что у тебя впереди идея. Тумана. Дыма, в смысле. Ну, так и хорошо. Нет, это не хорошо. Ты потом просто на это место более светлый загонишь. Ну, надо, наверное, светлый ставить, не жирный, да? Нет, нет. А ты просто вот так вот на палец возьмешь вещества, буквально испачкав чуть-чуть палец. Испачкав. Я так поняла. Как кремчикчик. Сейчас он, конечно, не захочет. Красный. Ага. А потом прямо по-сухому оно. И главное, если не понравится, тут же стерло. И ничего не осталось. А вот еще, Игорь, скажите мне такую вещь. Туман, как его делать? Вот, или облако. Ну, здрасте, а мы что делали сегодня? Нет, нет, вот если вот еще туман такой положится сверху, или облако здесь. То же самое. Возьмешь на вещество, натерло, натерло, и потом оно раз, и коснулось туда, зашло чуть-чуть. Понимаешь? Ага. Ну, это по-сухому оно будет. Да. Да. Вот так, зашло чуть-чуть туда. К примеру. Чем больше оно разрежет, тем... Ну, опять же, не переборщить. Ну, по-сухому ты же увидишь. Лишнее положила, убрала. Согласны? По-сухому тут много чем можно сюда делать. Не надо. Зачем здесь по-сухому что-то отодерывать? Туман. Ну, только туманы, которые можно немедленно убрать. О! Надо будет так-то картинку такую подобную найти, и в следующий раз опять как раз с туманом. Да? Угу. Или вот облака. Вот мы в горах были в Барселону, зоопарк искали, заблудились. И там вот они просто висели, все висит прямо над тобой, в тумане. Класс! Везет тебе! Спасибо. 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 Продолжение следует...